Всем привет, сегодня я расскажу о 10 запрещенных модах в игре World of Tanks. Я не рекомендую устанавливать и использовать данные моды, так как из-за них вам могут заблокировать ваш аккаунт. На 10 месте я поставил мод под названием направление стволов противника. С этим модом вы можете узнать, куда смотрит ваш враг, чтобы, например, объехать его с другой стороны. У мода существует два вида отображения на миникарте, как показано на картинке. На 9 месте находится мод, который называется Хамелеон. Он добавляет в игру разноцветные модели танков. Все части танка отличаются по цвету, каждая часть отдельный цвет. Также будет намного проще увидеть танк в кустах или за укрытиями. На 8 месте находится мод Тундра. Он убирает всю растительность карты в снайперском режиме, что позволяет намного легче уцеливать уязвимые места противника, которые прячутся за кустами. На 7 месте находится мод Рентген. С ним добавляется постоянная обводка танка в противник, вне зависимости от расстояния и наличия препятствий между вами и противником. Также будет удобнее стрелять в противника сквозь простреливаемый объект. На 6 месте находится мод Автоприцел для артиллерии. Мод дает возможность брать вражеские танки на автоприцел. Вам нужно, как и на обычном танке, навести курсор на танк противника и нажать правую кнопку мыши, чтобы захватить цель. А затем просто выстрелить. На 5 месте находится мод Автоприцел в Англии. Мод добавляет улучшенный автоприцел. Он учитывает бронирование, наклон и угол, под которым стоит танк противника, и выцеливает по уязвимости танка. Также мод сам рассчитывает дистанцию и скорость танка, и берет нужное упреждение, если противник накладит движение. Так что вам остается только нажать левую кнопку мыши. На 4 месте находится мод Красные Шары. Вам нужно, играя на артиллерии, навестись на место, где будет приблизительно стоять вражеская арта. После чего остается только ждать, пока враг выстрелит. Мод автоматически рассчитает по трассеру местоположение и отметит красных точек. Вам остается только выстрелить в эту точку, и если противник остался на месте, то выстрел гарантированно будет успешным. На 3 месте располагается мод Разрушенный объектом на миникарте. Этот мод очень полезен для тех, кто играет в командных боях. Благодаря этому можно будет определить, где находятся танки противника и в какую сторону они направляются. И уже под это построить тактику своего боя. На 2 месте находится мод Лазерная указка. Этот мод добавляет зеленый лазер от дул противников. И с помощью этого вы можете узнать, что выцеливает вам враг. И вовремя повернуть башню или корпус, не дав врагу прицелиться. На 1 месте обоставил мод Индикатор перед сядкой вражеских танков. Это самый полезный читерский мод, по моему мнению. Он добавляет индикатор, который отображает время до полной перезарядки вашего противника. С помощью этого вы можете всегда узнать, когда противник нанесет вам удар. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Можете также подписаться на канал и поставить лайк.